Ваша оценка и ваш прогноз, как вы видите то, что сейчас происходит в России, с какими периодами, возможно, в истории это у вас сейчас перекликается? Люди творческие, они пророки в определенном смысле слова. Как вы видите ближайшее развитие событий? Вы знаете, это уже вопрос не культуры, а вопрос, естественно, чистой политики и, главное, военного дела. Я считаю, что будущее России и вообще судьба этой огромной страны сейчас находится в руках значительно меньшей по размеру страны, а именно Украины. Если Украина сломает российскую военную машину и заставит агрессоров убираться в освоясь и в свои международно признанные границы, вот это будет одна история. Если эта война продлится еще долго, превратится в какой-то, так называемый, замороженный конфликт и так далее, это будет другая история, на мой взгляд, гораздо более печальная. Я лично не рассчитываю на какие-то массовые народные протестные выступления в России, потому что видно, что большая часть российского населения, даже если не поддерживает войну активно, то во всяком случае никак не протестует и не предпринимает никаких действий. То есть население апатичное, население какое-то раздавленное, расплющенное и терморализованное. Я не думаю, что люди, во всяком случае какие-то большие людские массы, находящиеся в таком состоянии, способны на какие-то активные протестные действия. Поэтому моя надежда скорее на что-то вроде государственного переворота. То есть что-то такое, что произошло или в России после смерти Сталина, или в России в 85-м году с началом перестройки властности, или в 91-м году, или даже в 2000-м году, когда Ельцин сказал, что он устал и он уходит. То есть таких смен власти, причем достаточно жестких, было в нашей стране и в Советском Союзе, и в России довольно много. Мне кажется, что нечто подобное может произойти и сейчас, когда, скажем так, умеренная часть российской государственной элиты, правительства, армия, ФСБ и так далее, когда они окончательно поймут и удостоверятся в том, что страна катится к абсолютной катастрофе, что никакая победа в войне с Украиной и Россией категорически не светит, и что надо вообще спасать. На страну, я думаю, им более или менее наплевать, но спасать свои собственные шкуры, спасать свои собственные деньги, свой собственный комфорт и так далее. Не для того все эти ребята воровали миллиарды, покупали яхты, самолеты, виллы, замки на Лазурном берегу в Майами, в Монте-Карве и так далее. Не для того они работали, воровали, градили всю жизнь, чтобы в результате сидеть, заперти на рублевке. Я думаю, что очень это все неуютно для большей части российской элиты. То есть она практически вся эта элита, за редкими исключениями, оказалась в огромном проигрыше и моральном, и материальном. И в этой элите, естественно, есть некоторые люди, которых можно считать абсолютно не рукопожатными, но не договороспособными. В первую очередь, естественно, это Путин, главный поджигатель всей этой войны и идеолог всего этого бреда. Ну, естественно, там же и Лавров, там же и Шойгу, там же и Прибожин, то есть вся вот эта вот пресловутая ГОП-компания, плюс стайка кремлевских этих проплаченных пропагандистов, все эти, Киселев, Соловьев, Симоньян и так далее. Вот, этим люди ничего не светят. Вот, они свою ставку сделали, эта ставка будет биды. А есть иное количество весьма высокопоставленных российских чиновников, скажем, тот же Мишунстин, премьер-министр, ни много ни мало, Собянин, мэр Москвы, еще иное количество народов, которые себя не настолько скомпрометировали, которые не стремились в первые ученики и не поступали слишком агрессивно и, в общем-то, вполне-вполне, я думаю, могут восстановить какие-то отношения с мировым истеблишментом. Вот на них, собственно, и вся надежда. Ну что ж, следим за развитием событий. Артемий, благодарю вас, что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму. Всегда рады видеть вас на канале сейчас. Такая счастливая удача. Слава Украине. Героям слава. Журналисты и музычный крыток Артемий Троицкий был разуме с нами у Типури. Традиционно наших глядачей закликает подписываться на канал сейчас. Залишайте свой лайк и так в комментарии. Не прощаюсь. Залишайте свой лайк и так в комментариях.